Ну что, здравствуйте. 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 Нина Ивановна, сколько? Когда я был последний раз у вас здесь? Наверное, года три назад. Года три, да? Ну вот. В гостях у семьи Останковых депутат Заксобрания Иркутской области Владимир Матиенко. Есть повод. Одна из полка. Семилетняя Дарья завтра идет в первый класс. При поддержке благотворительного фонда Матиенко все необходимое уже куплено. Школьная форма, спортивный костюм, тетрадки, канцелярия. Сегодняшние подарки скорее для поднятия настроения. Смотрите, сколько сладостей вам сегодня. Притащили. Держите. Не надо сказать, да, Даша. Держите. Спасибо. Гляньте сюда. Возвольте, как я здесь. На руках у Нины Ивановны семеро внуков. Пятеро из них несовершеннолетние. Сборы в школу даже одного ребенка. Дело финансово затратное. Нине Ивановне предстояло собрать четверых. Так, ну в среднем на 20, да, скромно так вот было бы четверых. 80 тысяч бы обошлось. Дашу помогли собрать в школу. Продукты нам привозят каждый месяц. Так что помощь великая, хорошая. Спасибо. А младший двухлетний Дима радуется еще одному подарку микроволновой печи. Его бабушка рассказывает, внук сам умеет разогревать себе завтрак. Вот только старая микроволновка сломалась. Этой семье фонд Владимира Матиенко помогает уже 7 лет. В чем, наверное, мне кажется, главная помощь, это то, что эта помощь ежемесячная. И, как правило, уже мои помощники знают, что просят на следующий месяц, да, та или иная семья, в чем побольше привезти, чего побольше, чего поменьше и так далее. Мы с ними уже, наверное, в какой-то степени сроднились. Они уже знают, что мы на следующий месяц придем и всегда придем. И, наверное, это очень главное, потому что помощь должна быть не к 8 марту или к Новому году. Помощь должна быть постоянная. Тогда она по-настоящему помощь. Всего на попечении фонда Матиенко 82 семьи, находящиеся в сложной социальной ситуации. Из них 11 завтра отправят с помощью фонда детей в первый класс. Галина Тернева, Николай Крупченко. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok